Мана, расскажи про первый сигнал и второй, который сейчас перестроенным уколотом будут посылать. Первый сигнал это будет примерно в конце августа, но число мне идет в 28-е. Первый сигнал будет, но по бочке он вызовет уколотых небольшие, скажем так. Это будет на уровне тромбоза, смертность будет небольшая, потому что цель будет... Процентов 10 будет. Да, процентов 10, 11, 12 максимум именно из уколотых, потому что это будет образование не сразу, что смерть в тот же момент, а вот как варикозное расширение, образование тромбов и со временем. Но цель первой вот этой вот, скажем так, атаки вот этого, что первый сигнал, когда они пошли, все-таки для того, чтобы сделать общее поле, чтобы всех людей собрать в общее поле. Сеть, да. Сеть, да. Человеческий мозг. Вместе с компьютерами. Да, человеческий мозг, да, это же квантовый компьютер, правильно, и при этом совершенный. И имея вот под своим, скажем так, началом миллионы человеческих мозгов, посылая туда определенные сигналы, они будут транслировать во Вселенную именно те процессы, которые им необходимы, взламывая Вселенную и перестраивая ее под себя. Они будут людьми работать, как квантовыми компьютерами, для того, чтобы свое пропихнуть во Вселенную. Сколько людей нужно уколотых, бывших людей им для осуществления этой цели? Ну, циферка идет 3 миллиарда, это да, это примерно 61% должен быть. Сигнал будет и на временах у всех странах? Примерно, да, я вижу, что, возможно, там, ну, знаешь, вот как включается раз-раз-раз-раз, огоньки идут примерно одно время, да. То есть те люди, которые вне Вышек, они избегут этого сигнала? Ну, те, которые вне Вышек, вряд ли избегут, потому что там будет, знаешь, как я вижу, сеть будет идти по Вышкам, опять же, и будет вверх, и вот обратно отбиваться. Потому что спутники же есть практически сюда. То есть никто не избежит. В принципе, нет. Сеть образовалась, люди между собой, как поведение людей изменится? Первый сигнал, да, рассматривать. Угнетенное сознание, непонимание чего-то и потеря какая-то, знаешь, как потеря нас немножко. Первый еще вызывает только угнетение, никаких. Никаких агрессий, никакого проявления насилия. Ну, почувствительные мощности просто заняты. Так, а по кому удар придет? Как мы себя будем чувствовать? Ну, не уколотые люди будут себя чувствовать. В принципе, да, ну, скажем так, на физическом уровне довольно плохо, потому что эти вышки, как микроволновка, они разрушающие действия. Ну, а выжить-то выживем, ну, будет так, по-плохи, я так скажу. Ты, ты и я как будем себя чувствовать? Ну, так. Хероватенько. Да. Второй сигнал тогда будет? Второй сигнал я точной даты не вижу. Идет вот, знаешь, если смотреть по календарику, конец сентября, начало октября, вот где-то будет просто такой. Так, они сами еще не поделились. Так, что там будет? Второй сигнал будет более серьезный, какие-то другие изменения совсем будут. Наберется уже и критическая масса какая-то наберется, и пройдет по времени, от времени укол до времени, но уже перестроится организм. И если внедрен сигнал агрессии, этот сигнал будет передаваться, в принципе, и на всех жителей, скажем так, земли, которые уколоты. И агрессия будет идти на Вселенную. То есть на этом этапе они попытаются взломать Вселенную для того, чтобы изменить полностью коны нашей Вселенной, законы, изменить то, что им требуется. И агрессия, это, знаешь, как? Они будут подавать один сигнал, и будет на физике это будет проявляться агрессивность, ну, возможно, нападение, возможно, дезориентация. Вот именно вот такие стычки приведут это к стычкам. Ну, я не скажу, что локальные войны гражданские, но вот серьезные какие-то такие столкновения будут между людьми и люди, начнут чувствовать панику, панические атаки. И вот, знаешь, как боязнь всего, вот тревожное состояние, пограничное какое-то состояние, такое страх. Что будет с психикой уколотого, которая получит сигнал, который уже перестроился? Это первая волна, которая вот осенью укололись. Ну, да, они именно первые и пострадают, потому что их психика уже будет полностью подчиняться. Они будут дезориентация, это да, вот и то, что они агрессивны будут, потому что сигнал агрессии будет подан для того, чтобы ломать псевенную, ну, и на людей тоже будет агрессия. Это второй этап, скажем так. Так, и третий? Ну, третий этап, это, как сказать, свою работу они уже должны бы выполнить, вселенную они уже должны сломать. И такое количество биомусора, которые, как они считают биомусора, это же люди, но они считают, что это биомусор, и его уже пора утилизировать, потому что свою основную цель по взлому вселенной уже все выполнили, и можно это все убирать уже. Они не рассматривают людей как людей, и у них вот мусор, они считают, и все. Они считают, что цель достигнута, и можно уже поступать так, как они. Но это почему-то мне туда, знаешь, вот так, как пульсирует вот на февраль, вот туда уже, после Нового года. Февраль-марк, возможно, вот туда вот. Да, они должны вырезать всех неуколотых зомби какое-то время. Должен быть хаос именно в зиму, чтобы мы все замерзли, твари. Дельта, вот полгода у них есть на это, чтобы... Вот твари, да? Да, и потом уже будет выполнен, и они хотят просто уже контролировать вселенную, переписывая под себя законы вселенной, можно уже делать на физическом уровне то, что они хотят, потому что, ну, невозможно изменить на физическом уровне, если не поменять на уровне квантовом, если под себя не перестроить законы вселенной. Вот так примерно. Я же подозреваю, в кого-нибудь влазить, чтобы это все поменять. Вот терзают меня смутные сомби. Ладненько. Если у Колотова после второго сигнала шокером, он умирает, либо как? Здесь не только шокер. Здесь может быть любой, скажем так, электропровод. Здесь может быть любой электрический прибор. Да, да, да. Подожди, сначала шокер. Я про микроволновку чуть позже. Шокер. Ну, так, короткое замыкание идет по... Как-то я не понимаю, почему, но вот как плазма крови какая-то изменяется. Искорки там, там, там по всему телу, да, инсульты и психика, да. То есть, первое, сейчас мне нужно купить шокер. Второе, что микроволновка, если вот без... Ну, человека же не усвоишь микроволновку, разве что... Зато можно направить. Да, экран если убрать, защитный... Вот, вот, я говорю, дверцу убрать и направить. Что с ним будет? Ну, если она включится, микроволновка, в таком случае. Да, это будет, ну, как поражение. Сразу просто как затипается человек, падает, все, бах, и нет. Угу. Круто. Вот это сразу приходит второе. Ну, ради волны, направленное излучение как? Радиоволны тут будет как-то, знаешь, они будут выборочно. На некоторых действовать, на некоторых не действует. Угу. Разная степень поражения. Все-таки я еще вижу, знаешь, как это мне... Если мы сейчас это рассматриваем, не земля, земной из шара идет как пятнами какими-то покрыт. Все-таки я так понимаю, что это разная вакцина будет по-разному реагировать на разные... Вот для этих людей одна, а для этих людей другая, чтобы территории те быстрее брать под контроль. Те просто, ну, понимаешь, вот таким образом это все идет. Где выживут люди больше всего? Ну, это мы рассматриваем то, что... Они попытаются больше всего уколоть белых, потому что мозг белых людей, скажем так, более гармонично взаимодействует с этой вселенной, и его использовать как квантовую составляющую намного для них более выгодно, скажем так. Более отвечает их цель, да. Но для них опасность. Да, да. Сейчас мы поговорим о том, как все это, естественно, предотвратить либо уменьшить. Хотя предотвращать цели не вижу, поскольку иного способа пробудить народ я не вижу. Может, так хоть почувствую. Это все равно уже все уколоты, все равно, по-моему, в течение двух лет. Какие еще будут способы? Если не уколоты не будет есть, что с ним будет происходить? Ну, если он не сумеет перестроить свою энергетику очень быстро и очень качественно, как любой от голодания, это будет атрофия мышц и, в принципе, скорее всего, смерть. Агрессия как будет проявляться? На них или у них? У них, на против кого? У неуколотых. Это будет просто стравливание двух владелей, скажем так. Но те, которые неуколотые, ими будет труднее манипулировать, потому что они не будут подключены к общему полю. Все-таки у них есть... Как они обмениваются информацией? Уколотые. Да. У них будет как... Ну, это не Грегор, это как сеть, знаешь, это как интернет, как сеть. Но на сознательном уровне человек это не сможет отслеживать. Это будет уровень подпознания подавать в ООН. Не будут тебе контролировать, они будут просто кидаться и все прочее. Да. И не понимать, почему я убиваю кого-то. Нет, не будет, потому что сознательные процессы здесь не будут задействованы. Кингсман. Фильм Кингсман. Один в один. Все показали в открытую. И зомби-апокалипсис. А когда все это закончится? Ну, чем они планируют это закончить? Ну вот, после третьего сигнала более-менее я вижу, что... Это я сейчас рассматриваю только их планы, я не будущее. По их планам, Земля примерно уже должна освободиться от людей, от большого количества. Вселенная уже будет взломана по их расчетам. И они смогут полностью пропихнуть свои законы во Вселенную. И останется какая-то небольшая горстка людей, небольшое количество людей. Это как обслуживающий персонал какой-то, который тоже постарается взять под контроль. Потому что иначе они не выживут. Ну, и дальше уже так, как у них были планы причписаться, и те же, в принципе, планы. Создание. Но они не думают, что они умрут. Они думают, что они будут постоянно на Земле, как правителями на Земле, и все. Вот что им такой оптимизм внушает? Они же знают про меня. Да, знают, конечно, знают. У них еще есть время. Им не то, что у них есть оптимизм. У них это единственный способ выжить. Они пытаются выжить просто и все. Ну, в той парадигме, в которой они это видели изначально, и так развиваются дальше. Им не только выжить, но именно так выжить, как они хотят. Ну, и да, возможность, в принципе, переселять сознание из одного тела в другое уже, ну, скажем так, вот она может и не отработана на 100%, но она существует, скажем так, хотя бы механизм этих процессов всех описанных. Но это невозможно сделать, потому что в нашей Вселенной иконы работают абсолютно по-другому. В нашей Вселенной нет возможности, чтобы это было сделано. Поэтому они и хотят, в принципе, взломать Вселенную, чтобы продавить и записать это на уровне условий. Тогда можно будет просто переселять из одного, в принципе, то, что тварь всегда делала, переселялась из одного тела в другое. При этом сохраняя сознание и, ну, не только вот как реинкарнация, а сохранение сознания. Сколько вот этих вот самых умных оптимистов сейчас? Ну, так как пытаются, и мне интересно будет, если их там пятеро останется, я так понимаю. Потому что количество, ну, довольно большое. Ну, где-то до миллиона плюс-минус вот такое вот количество. Это тех, которые, скажем так, могут жить нормально на Вселенной. Ну, и какая-то горстка, этого я не вижу, сколько обслуживающий персонал. Не очень большое количество. Но там... Не могу сказать, сколько не идет эта цифра. Вроде она еще не прописана, они еще не определились для себя, сколько на меньше миллиона. Все очень спонтанно. Как потом они зачистку будут делать, планируют? Войны, катаклизмы, голод. Гражданские войны. Ну, вот таким образом. А почему они думают, что им будут подчиняться? Чего? Зомби-апокалипсис. А почему они думают, что им будут подчиняться неуколотые люди? Неуколотые ничего больше не останется. Это будет страх. Это будет без еды и в очень тяжелых условиях. Во-первых. Во-вторых, им придется защищаться, правильно? Им придется вступить и играть по тем правилам, которые им будут предложены. Потому что если на человека нападает другое, ему ничего не остается, как брать дубину или что-нибудь защищать. Ну, вот неуколотые, а убили всех зомби, условно. Потому что они отупеют. Я об этом позаботился уже. Мы поработали. Квантовой компании нет, который бы им лучшие варианты подсказывал. Соответственно, шансы как минимум равны. Ну, в общем, не важно. Есть группы неуколотых, свободные. Почему они думают, что они будут им подчиняться, масонам? Они не думают, что будет такое развитие событий, как ты сказал. Они не просчитывают, что они у кого-то и победят. Потому что на их стороне будет абсолютное большинство. Ну, как они думают, что кто-то еще верит в модный гриб? Да, есть люди, которые... Они уже все уколоты тогда. Они все помрут. Вот задача. Они уже не просчитывают два шага. Я не вижу вот этого просчета. Вот того, что они... Сами себя обманывают. Вот надо посмотреть. Откуда у них такой оптимизм? Я хочу понять. Эта идея не их. Эта идея была им пропихнута. Просто потому они не просчитывают. Потому что, когда этот план рассчитывался, все было совершенно по-другому. Нас не было. Она была, нас не было. Она была, нас не было, да. А другого... Сами думать они не могут. И просчитать. Они не могут не подчиниться. Им если прилетел этот, скажем так... Они как, знаешь, как муравьи. Они вроде бы и понимают, но усиками поймали сигнал. И пошли делать то, что должны делать. Независимо от того, хотят они этого или не хотят, они подчиняются. То есть другого сценария они не рассчитывали даже? Нет. Отлично. Ну вот на этой оптимистичной ноте, наверное, и закончим. Так что, воин, планируй события. Планируй. Добра.